Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергей Рыбаков. Столь интересным были предыдущие наши передачи разговор о рассорковлении, что мы... Ну, многие вопросы остались за рамками обсуждаемой темы, многое мы не успели обсудить и поднять, что вот мы решили собраться еще раз для продолжения этого интересного диалога, разговора, но сегодня мы поговорим о живости церкви, о том, насколько она жива и подвижна. Мы в нашем цикле предыдущем определились с тем, что церковь – это богочеловеческий организм, здесь очень важно человеческое. Иногда это бывает человеческое слишком человеческое. И именно в этом своем аспекте церковь может быть живой и подвижной. Вот поговорим о том, насколько жива современная церковь с нашими гостями, с ректором Самарской духовной семинарии отцом Максимом Кокаревым и с клириком Кирилла Мефодиевского собора отцом Максимом Соколовым. Здравствуйте, отцы. Добрый день. Добрый день. Ну вот, да, передача возымела успех. Тема возымела успех, да и мы с вами, расставаясь в прошлый раз, вдруг поняли, что хочется продолжить разговор на каком-то очень важном такой подъеме. Мы прервали его. Насколько я помню, мы закончили вот, собственно, цикл наш о расцерковлении важным таким замечанием о том, что современный человек приходит в церковь с какими-то своими задачами. И, собственно, опять же, решение этих задач, неверно поставленных перед собой, очень часто человека от церкви уводит. Или, лучше сказать, человек входит в церковь, но никогда в нее по-настоящему-то и не входил, потому что он решал какие-то свои малозначимые второстепенные задачи. Но вот ввиду того, что я перебил в прошлый раз, так вот и резюмировал после отца Максима, и отец Максим как раз и хотел продолжить вот эту тему, я бы вот слово и передал отцу Максиму. — Да, в прошлой передаче прям коротенько я сказал об этом, что как раз тоже вопрос и выхода из церкви многих людей, и вопрос, может быть, просто некоторого недовольства духовной жизнью происходит потому, что мы внутренне каких-то своих проблем часто не осознаем, не понимаем, а ищем причины внешние. И поэтому я говорю, вот, к вопросу языка, который я в прошлый раз понял, да, переводы, например, будет служение на церковно-славянский язык. Вот, как мне, я могу ошибаться, но есть два вида, так сказать, идолослужения или некое вот такого, ну, это громко сказано, но чтобы было понятно, хочу акцентировать. Первое, значит, это те, которые говорят, что ни в коем случае ничего в богослужении трогать нельзя, ни на йоту, ну, имеется в виду во внешней, в формальной форме богослужения, ни на йоту трогать нельзя, потому что это свято, незыблемо, и если что-то тронуть, то ты разрушаешь церковь. А другие, по моему мнению, настолько же обряды веры, говорят, что если мы сейчас срочно все не поменяем, не переведем на русский язык богослужения все, если мы там не устроим обязательную катехизацию, там, три года обязательно, чтобы прежде чем крестился, человек стал бы совершенно грамотный и все понимал и знал, если еще что-то не поменяем, там, ну, на Западе, если не введем женское священство, например, то все пропадет, и в церковь перестанут все ходить. Вот при всей разности, радикальной разности, кажется, внешней этих позиций, по сути, вот мне так кажется, психологически один и тот же стержень, корень и ошибка, что мы от нас и только вот от нашего, так сказать, отношения к богослужению, от нашего отношения к тому, что нам передано, зависит благополучие Церкви Христовой. Вот насколько это, наверное, горделиво, мне так кажется, нам говорить об этом, насколько это немудро нам говорить об этом, потому что, несомненно, человек играет очень большое значение в Церкви, сам Господь, да, передавая апостолам и давая дар им Духа Святаго, и апостолам, и вместе с ним, и всем верующим людям, ведь миропомазание проходит, миропомазание таинства совершается над всеми христианами, то есть дары Духа Святаго всем даны, и передавая все это нам в наши руки, само таинство, тайные вечери, Евхаристию, Господь тем самым показывает, как наше значение великое, но и вместе с тем, все-таки всегда нужно помнить, что Он-то сам не уходит из Церкви, Он дает с нами, делится своей духовной властью, своими силами, своей благодатью, Он делится, но Он сам не уходит и не говорит, все, теперь вы, а меня здесь с вами не будет. Наоборот, Он говорит, я с вами отныне и до скончания века. Но я бы вот здесь вот немножечко перебил бы, и вот перебросил мячик отцу Максиму, как церковному историку. Вообще мне в этом смысле историки нравятся именно тем, что у них есть способность смотреть планетарно, да, то есть они могут смотреть в процессе, в динамике. Мы же прекрасно понимаем, что есть ошибки против Церкви. Наши ошибки против Церкви. С одной стороны, да, последнее слово всегда за Господом Богом. Да, с одной стороны, безусловно, мы говорим о том, что врата адовы не одолеют ее, но при этом, при всем мы тоже видим и наблюдаем, как исполняется старая добрая хармасовская строчка, да, вы все, как всегда, перепутали дети. Смотрит на нас Господь и говорит, вы все перепутали, с ног на голову поставили. И вот в данном случае, вот мы, если наблюдать за историей развития Церкви, неужели мы не видим примеров того, как люди разрушают Церковь? И если да, то, соответственно, может быть, какие-то более фундаментальные вещи, чем просто перевод языка, реформация какая-то. Что вот сущностно объединяет все эти исторические примеры, когда человек во что-то вторгается? Должен ли вообще человек вторгаться? Ему Церковь вообще Господом Богом передана для креативного с ней творческого? Естественно. Вот. Естественно, для творческого. То есть попытка, как правильно сказал отец Максим, попытка относиться с позицией, вот что не нами положено, не нам поднимать, в смысле, или нам Церковь дана в каком-то статичном состоянии, и наша задача только всячески оберегать, это всегда путь ущербный, потому что совсем уберечь не удастся, ты дырки какие-то затыкаешь, это как латать тонущую, так сказать, допустим, какую-то, да, так сказать, лодку. То есть тут залатали, тут приморозили, как победоносцы в России, тут подморозили, там подморозили. А при этом, если не лечить, не делать ничего творческого, да, то оно все равно в другом месте правило. То есть и самое главное, что если вообще глобально смотреть, планетарно, как вызвали выразиться, планетарно, то, ну, мы видим, что, ну, Церковь существует без всяких, если институций, то Церковь, как, значит, убогочеловеческий организм, как сообщество по-другому, еще сообщество людей, прославляющих Бога. В общем, как люди появились, вот, и вошли в это, да, жизнь, то есть с момента появления первых людей. Господь, когда творит человека, первое, что он делает, он призывает его к сотворчеству, там, нарекать имена животным, да, ну, то есть это не хранить их там, какими есть, да, а имена назвать, допустим, просто, причем имя, с точки зрения библейского, представить, не просто внешний ярлык, который приклеили, да. То есть селекция – это не Бога противно. Ну, ладно не совсем про селекцию, там про познание, про поникновение к сути вещей. Ну, а дальнейшая эта селекция, когда человек начинает выводить какие-то свои виды животных. Ну, не вижу в этом ничего, так сказать, да. В улучшении породы, там, да, если вы про это, то, ну, и в церкви то же самое. И как раз историку чуть проще. Историк просто видит, что, то есть вот люди, которые говорят, что все абсолютно статично, и которые просто становятся, там, занимаются типикон Алатрии, там, да, то есть или еще чем-то похожим, ну, у этих людей, у детей-то нет исторического мышления. Просто всегда привожу пример, то есть, причем это очень искренне часто люди. Искренние, чистые, и их очень сильно ранит, как так можно вообще что-то менять. Ну, понятно, что ни в коем случае другая картина, это перемена ради перемен. Давайте все просто поломаем, потому что нас старое, у них там скучно, да. Вот, когда один такой замечательный студент, искренний еще, молодой, семинарий, то есть он вышел, то есть, из простого прихода, там, значит, в воскресную школу, все, в которой, видимо, воспитывают, что богослужение, наверное, получено от апостолов в неизменном виде. Вот как оно в 2000 лет есть, так мы его и храним. И когда просто, я без специальных, в коем случае не стараюсь там как-то педалируется или извить, и осторожно, очень аккуратно понимаешь, что там очень хрупкие души рассказывают, что, ну да, вот история, да, ну менялась-то в IV веке, как было так, а в VIII уже не совсем так, да. А вот в XIV веку литургия приобретает еще, ну, похоже хоть на то, что мы сейчас видим. Потому что, если мы считаем, что литургия Иоанн Златоуста в его время выглядела, как часто выглядит литургия Иоанн Златоуста, ну, так и нет, там полторы тысячи лет. И в конце, ну, там сидит, сидит, сидит. Я помню этот момент, он не выдерживает, поменяет руку, и когда я просто про какое-то еще изменение говорю, там, то ли про переход, там, со Судийского на Иерусалимский устав, ну, неважно, он не выдерживает, да, даже про более ранние вещи, сказать, ну, можно вопрос. И когда я говорю, кто-то, что-то изменялось, то я просто фразу, он просто этой фразы сразу скачал, что-то изменялось очень серьезно в богослужении церкви, там, появлялся, расширялся. Он сказал, кто посмел, это такой был вопрос, кто посмел менять что-то, да, в том, что Господь якобы установил, вот, там, раз и на века. И я когда сначала смутился, а потом просто понял, что я начал говорить, что кто это менял. Оказалось, что меняли святые, святой Иоанн Златоуст, святой Василий Великий, знаете, что-то творили. И вот тут у него тоже щелк, так он сел такой, и у него мир перестал быть таким, как он был до этого, что это святые люди, против них он сказать ничего не может, да, что это не какие-то злонамеренные, не какие-то, там, враги, не какие-то рептилоиды. Агенты Госдепа. То есть, эта церковь сама, она живет, и никто извне этого. Это вот действительно, если это соответствовало, там, одной эпохе, да, то есть, оно может не соответствовать. То есть, понятно, что при полном сохранении внутренней сути, это понятно. Тогда вопрос, где граница нашего, нашей творческой свободы в церкви? Я думаю, что она проходит, как раз... Вот отец Максим говорит, он грамотно так встал на золотую середину, он и не с консерваторами, не с либералами. Это очень правильно, потому что, нет, я совершенно поддерживаю эту позицию, потому что, ну, либерализм ради просто того, что сделать это, потому что это можно. Можно, а надо? Здесь вопрос еще пастерской, мне кажется, пастерской целесообразности. Надо или нет? То есть, и надо или, и в любом случае, даже если можно, надо ли это делать везде и повсеместно? Всем ли это полезно? То есть, вводить русский язык как? Дозировано там, где община этого хочет? Или мы сейчас просто завтра издаем какую-то фитву, да, согласно которой, в обязательном порядке, все это все. Так у нас это будет только хуже. Так у нас это ранит стольких людей, что или мы допускаем, как последний, аккуратный, поступательный, очень медленный, ждали более, может быть, резких вещей, ну, патриарх в последнее время, да, то есть вот, по крайней мере, если раньше смущало, что давно уже все мы читаем «Премия и апостола» на русском, но как-то вот, многих это смущало. Но вот после последнего сказания смущать это всех перестало. То есть, потому что он сказал, что это возможно. Причем это необязательно. Если найдется где-то приход, где всем ветхий заведен на славянском, понятно, потому что очень маловероятно, потому что «Премия» это одна из самых болезненных частей. Ну, ради Бога. То есть, но все давно уже читали явочным порядком на русском «Премии». Потому что мы его читаем редко, в Ветхий Завет, читать его еще его на славянском. Если в Евангелии ты пару знакомых имен или геотопонимов услышал, у тебя все сюжеты сразу выстраиваются. Сюжеты понятны. То есть мы слышим в каждое воскресенье, то есть с Евангелиями почти нет проблем с пониманием. С «Апостола» сколько экспериментов. Ты заходишь, даже кто-то тут читал. Семинарец говорит, перескажи по-русски, что читал. Ноль. Я сейчас Максимом что-то хотел сказать. Я хотел сказать, что тоже вот мы в прошлой передаче сравнивали церковь, я сравнивал с семьей, а сейчас в силу своего медицинского образования хотел бы предложить сравнить церковь с организмом. Ну, опять-таки, с организмом. Это не дерзновенное сравнение. Сам Христос и апостолы, вернее, сравнивали церковь с организмом человеческим. Так вот, насколько человеческий организм должен меняться? Мы знаем, что живой человек меняется постоянно. Постоянно меняются покровы кожи, кожные покровы, эпителий. И очень многие клетки взаимозаменяются. И это нормальный процесс, это показывает, что организм живет. С другой стороны, резкие изменения – это все равно как принудительная мутация. То есть, да, те, которые требуют повсеместных и тотальных изменений, это те люди, которые говорят, ну, давай мутируй. Тут же сразу… Третью ногу отрасти. Да, отрасти третью ногу. А вдруг, вот, она же может тебе помочь. А зачем? Постоянно, сказать, лесообразно. А потому, что, ну, во-первых, так красиво. Ну, во-первых, это красиво. Поэтому здесь вот точно та же самая аналогия. И вторая аналогия. Конечно, здесь мы, опять, отец Максим упомянул очень важный пример, который тоже мы часто приводим. Ведь всем, ну, всем, кто занимался церковной историей, известно, что у нас изменение богослужения было не только в 17 веке, а гораздо более серьезное, более глубокое… И раньше. Более, да, мощное изменение богослужения было при переходе со студийского устава на Иерусалимский устав несколько веков до 17 века. Но постольку-поскольку никто никого не гнал, никто никого не заставлял, государство не вмешивалось и не говорило так, кто остается на студийском уставе, тот, так сказать, еретик. Политический преступник. Да, и неблагонадежен. Вот, не было насилия, была любовь, было разнообразие, возможности разнообразных. Сосуществование долгий было. Сосуществование уставов около века, да, батюшка? Два соседних монастыря могли. И при всем, то есть, и мы знаем, что и на Востоке точно так же иногда одни и те же православные служат в разных традициях. Там Антиохийская церковь по одному служит, православная Антиохийская церковь православная, там Иерусалимская тут же очень сильно может отличаться внешне по форме богослужины. Даже сейчас многим, когда говоришь, что даже сейчас во многих поместных церквях в большинстве служат по новому стилю уже. Не все в курсе, как так можно. Это все злобные католики. Какие католики, когда, ну, кроме русской, сербской и Иерусалимского патриархата, вообще грузинской и все остальные, служат, и пока небо на землю не упало. Да, так вот, вот такая, когда это есть с любовью, когда это предполагается, что действительно, вот опять, в чем мы можем здесь доверять мудрости Божьей, в тем, что церковь Бога – человеческий организм. Позвольте каким-то вот моментом быть одномоментно. То, что Господь благословит, то, что Господь даст продолжение, оно будет продолжаться. То, что не по Богу, то Господь остановит. Вот здесь тоже, я думаю, что должно быть такое доверие, хотя ответственность наша, конечно, никто не перед Богом не убирает. То, что вы говорили, Отец Сергий, что люди иногда разрушают церковь, но разрушают как раз не тем, что говорят чему-то «да», а чаще разрушают тем, что говорят чему-то «нет». Ну да, я вот как раз вопрос-то мой был вокруг не столько языка, а вокруг, как вы правильно сказали, церковь, начиная с апостольских времен, претерпела ряд серьезнейших видоизменений. Она, конечно, мы сейчас, у нас не синагогальное богослужение, мы, скажем, не причащаемся за столом, за трапезой, за агапой, за вечерей любви. То есть, ну, какие-то ряд вещей сами собой, как ступени у ракеты, да, отпадают, им на смену приходит что-то новое. У отца Максима, я помню, была прекрасная аналогия с деревом, с этими кольцами, которые нарастают, да, то есть вот когда дерево ширится и растет, никто никому в голову не приходит срубать. Да, и призывы упростить все, обязательно жить так, как в апостольском времени. Не оставить пенечек. Нет, кто-то написал то же самое, что приказать двухтысячелетнему дубу засунуться назад в желуде, да, то есть невозможно. Он у нас две тысячи лет не для того, чтобы назад снова желудем стать. Да, вот. И просто вызовы современности, каждой новой современности, каждой новонаступающей современности, они разные. Сейчас вот в очередной раз возникла тема непонятности, особенно это для нашей почвы, да, для нашей российской, и в действительности актуально, потому что, ну, не знаю, в Америке служат на английском, и это никого особо не коробит. В Японии служат на японском, и это особо никого не коробит. У нас вот только Россия немножко в этом отношении как-то застряла на специально изобретенном... У греков тоже, у них, наверное, разговор, но у них там свои... Ну, я бы хотел сказать, все-таки все равно осторожность, осторожность нужна в любом случае. И как говорил апостол Павел, если хоть кого-то соблазнит, то лучше не буду этого делать. Вот это вот тоже очень важный принцип. Я к этому как раз хотел подвести, да, то есть главный критерий сохранения церкви, то есть неразрушения ее, это отсутствие личных амбиций и отсутствие преследования каких-то собственных целей. Вот мне сегодня в Индополож, хочу, кстати, возвращаясь к теме расцерковления, очень многие, вот среди студентов, с которыми я общался, назвали тему, что в какой-то момент богослужение становится настолько привычно понятным, что хочется каких-то разнообразий. Нет-нет, да, служить какую-нибудь литургию иного характера. Ну, там, не знаю, апостол Иаков начать служить, чередовать. Почему только Василия Великого там шесть раз в году мы служим? Давайте чаще, давайте перемежать. Вот. Давай сейчас зачаровать десять. Ой, ну, да. Да, прошу прощения. Прошу прощения, да. Вот. Но вот почему, да, почему мы хотим сделать богослужение зрелищным? Мне кажется, язык в большинстве своем, вот те, кто ратуют сейчас за русский язык, здесь отсутствует снисхождение к человеческой немощи, то есть к тем людям, которые им непонятен. То есть преследуется не цель понятности, а цель вот все той же зрелищности. А давайте мы выпендримся и сделаем не как у всех. А завтра будет, например, введен русский язык, например, повсеместно, мы будем выдумывать еще какой-нибудь язык, не знаю, давайте говорить на албанском, давайте придумаем богослужение на албанском, чтобы быть понятным, не знаю, людям с окраин, вот, и так далее. То есть вот... Ведите в виду албанский. Да, введите в виду албанский. Да, введите в виду албанский. То есть это... То есть это... Если мы будем понятны людям из Албании. Потому что албанский – это православная цель. Да, да, я имел в виду компьютерный этот язык с исковерканными словами и так далее. А вот если... Времени очень много. Вот что бы вы, если мы уже говорим именно о креативности такой, со знаком плюс, что, как кажется вам, требует сейчас больше перемены, нежели, ну, например, русский язык? Вот что бы точно следовало бы пересмотреть? Опять же, с точки зрения любви к церкви. Здесь, наверное, не обязательно пересмотреть или отменить. Вот правильную мысль, да, я с Максимом все время говорю, что разнообразие. То есть какое-то, ну, отсутствие жесткого закручивания гаек и все-таки разнообразие подходов. Это и в разных временах, там, в подготовке к причастию, как документ об участии верных, в эфористе очень взвешено. Потому что у нас вот есть такая все-таки черта, одна из объективных тоже проблем церкви, о которой я не договорил, отсутствие индивидуального подхода. У нас человек приходит, и неважно какой он, что он может понести, ему сразу говорят, вот правило от сих до сих, вот, значит, вот это, вот в юбке только такие, ну, вот такие могут быть подходы. А вот человека, именно индивидуальность и видеть, и, соответственно, как-то все-таки пастерские, даже не все священники готовы к такой, как бы, широте. Есть набор, тебе удобнее, когда набор шаблонов. Человек не вмещается в это прокурство в ложь, это проблема для человека. Значит, тебе сразу говорят, ты слабый, ты ленивый, ты не можешь вот так. Для кого-то только по пятницам Великого Поста не смираться уже под. Я ему говорю, нет, его должен, вот, ну, маслица тебе растить, в лучшем случае. То есть, вот, наверное, все-таки пастерский подход, он, в нем главная любовь, собственно говоря. И, вы спросите, где граница, не вот изменений ради изменений, так это любовь. То есть, изменений ради изменений, это для зрелищности, для эффекта. Да, когда ты болеешь, действительно, за церковь, за, ну, то есть, любовь и пастерская целесообразность. Атист Максим. Нужна вообще. Вообще, мне, я, может быть, тоже так скажу, мне кажется, что мне радостно и здорово, и вот в том состоянии. Вот, по-честному сказать, все, что я бы хотел менять, это чтобы мы глубже вникали в ту традицию, которая сейчас у нас есть. В ней, на самом деле, еще столько неисчерпанного и столько глубокого, это такой первый уровень. Второй уровень, наверное, не то, что нужно, как мне кажется, менять, а что мне бы лично хотелось. Вы знаете, что я человек такой достаточно походный и очень люблю природу. И вот у меня тоже давно такая идея, но это я просто, это чисто моя, я не как предложение какой-то реформы. Я с гораздо большей радостью, больше молебнов, акафистов, там, а может быть, и форм таких литургической жизни, да, то есть литургию, служил где-то не только в храмах, но и вне храмов. Сейчас это тоже есть такая тенденция, когда с детьми в лагерях, да, в всяких походных, когда на горах многие священники-подвижники, когда отец Федор Конюхов молится и молебны служат там посреди океана, вот мне кажется, что сейчас время, как раз когда в мире приветствуется вот эта вот открытость, выход за границей, за рамки, не всегда это, то есть это не всегда должна быть выход за рамки, за границей, какого-то освещенной временем традиции. Иногда просто можно эту традицию, понятным человеческим языком, это не вопрос перевода, а понятным человеческим в смысле языком, который понятен наш посыл нести сюда за пределы каменной стены храмов. Вот если бы так, Господь бы благословил дальше это движение, лично мне было бы радостней, хотя я понимаю, что даже если этого совсем не будет, Церковь Божья устоит. Спасибо, дорогие отцы. На сегодня время передачи тоже подходит к концу. Благодарю вас за уделенное время и силы, потраченные на данный диалог. Думаю, что он был очень конструктивен и в правильном векторе, в правильном направлении мы развивали наш разговор. Спасибо вам огромное. Аминь. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Храни всех вас Господь. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»